Большая часть зерновых культур, практически 99% уже убрана, продолжается сбор картофеля, овощей и кукурузы. Этот и другие вопросы обсудили на традиционном еженедельном совещании главы республики с правительством Чувашия. До рассмотрения вопросов, вынесенных в повестку дня, обсудили, как жителям Порецкого и Алатарского районов возмещаются затраты, связанные с африканской чумой свиней. 18 с лишним миллионов рублей уже перечислены селянам. Всего же из резервного фонда Кабмина Чувашии выделено 23 миллиона 400 тысяч рублей. По прогнозам сумма может дойти до 25 миллионов. Разумеется, средства будут выплачены в полном объеме, отметил глава Чувашии. Он поблагодарил все службы, задействованные в ликвидации африканской чумы свиней на территории республики и напомнил о необходимости создания буферных зон вокруг крупных свиноводческих комплексов, соблюдения правил санитарной безопасности. Отдельное поручение Минэкономразвития. Михаил Игнатьев попросил не допускать спекулятивного роста цен на свинину. В Чувашии продолжается посев озимых под урожай 2017 года. Работы ведутся согласно плану. Под посев озимых по состоянию на 5 сентября подготовлено 91 тысяча гектаров, то есть 92%. В Шумерлинском районе подготовлено 147,7%, в Ядринском – 107%, в Аргаушском – 102%, в Ибресинском – 101%, в Аликовском – Шумерлинском районе по 100% запланированных площадей. На текущую дату посеяно 75 тысяч гектаров озимых зерновых культур. На аналогичную дату прошлого года было 58 тысяч гектаров и 800 гектаров озимых масличных культур. Уборка зерновых и зернобобовых практически завершена. Осталось только кукуруза на зерно. В городах уже заработали сельхозярмарки. Начиная с 20 августа там продано овощей и картофеля более 120 тонн. При этом цены на картофель, капусту, морковь снизились на 25-30%. Организовываем доставку сельхозпродукции для пенсионеров, для лиц с ограниченными возможностями. И в эти выходные работа также была организована. Пять автомобилей было выделено. И в большей части это пользовалось спросом на рынке Николаевский. Работу также будем продолжать. На совещании обсудили новую схему выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В августе этого года для 82 тысяч граждан сделан перерасчет, исходя из фактических платежей. Доплата начислена почти половине. Средний размер доплаты на одного льготника – 893 рубля 32 копейки. В государственной поддержке, в частности, на оплату ЖКУ пользуются 309 тысяч человек или каждый четвертый житель республики. В том числе 113 тысяч федеральных льготников, о которых сейчас идет речь, и членов их семьи. На оказание мер к соцподдержке уже с учетом августа направлено более 260 миллионов рублей. В том числе 44 миллиона рублей мы направили в августе. Из них 35 миллионов рублей – это дополнительная сумма, которую мы пересчитали и доплачивали федеральным льготникам. Всего в текущем году предусмотрено 680 миллионов рублей. Этих средств полностью достаточно для того, чтобы выполнить все обязательства, которые мы на себя взяли. Обсудили и подготовку к Всероссийскому съезду учителей сельских школ, который пройдет в Чувашии 13 сентября. А тремя днями раньше представители 128 национальностей и 8 этнических групп, населяющих нашу республику, получат возможность собраться вместе и обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия культурного строительства. В нашем съезде народов примет участие и председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. Продолжение следует...